первый раз я вышла из дома вот в 4 года я там отхожу на променад мне хочется я делаю ты берешь чужие картинки зарабатываешь на этом хоть какие-то ну деньги 60 тысяч как с куста люди я за вами наблюдаю как ты думаешь что это разве не проклятие но шпа то что это за название дурацкое это я придумала это агрегатное состояние агрегатора а штука информ закрыли это все идеалити так не бывает ты скучный всем привет на связи культурный центр порт и это очередной выпуск онлайн модификации нашего культурно-просветительского проекта волшебная гора в рамках которого мы встречаемся беседуем с наиболее интересными знаковыми представителями творческой среды сургута и югры сегодня у нас в гостях не художник не музыкант и даже не актриса и не режиссер тем не менее очень интересный человек основатель и руководитель проекта культ просвет елена маковецкая лена привет здравствуйте давно не сегодня мы поговорим не только о проекте культ просвет но и наверно в целом про всю культурную жизнь сургута которую ты освещаешь но начать я предлагаю так сказать азов расскажи где ты родилась точнее ты родилась сургуте я очень сургутянка я настолько сургутянка что я уже хочу сбежать от этих морозов да и куринка коренная сургутянка я родилась в нашем роддоме жила всю жизнь на островского пушкина вот в этом районе район очень тихий мне нравится единственное что моя претензия это к земле зима должна быть раз в три года это вот не чаще машине заводится пуховики длинные дорожки скользкий то песок то метель то минус 40 не знаешь как жить как планировать это немного больше стресса чем хотелось бы но многие представители как раз таки интернет среды имеют возможность устраивать себе зиму раз в три года пока что моему у тебя был такой опыт или ты только планировал нет я пока что только планирую такой опыт пережить в интернете я сейчас нахожусь все чаще мои знакомые немножко в претензии что передо мной телефон и сейчас я немножко в стрессе почему передо мной не телефон но он рядом но будем бороться со стрессом расскажи как прошло твое детство что тогда представлял собой сургут и боже мой телефонов тогда не было и первый раз я вышла из дома вот в четыре года за хлебушком через дорогу перешла я поняла что мне это нравится я хочу ходить уходить и выходить и видеть все вокруг познавать мне все нравится новое и что-то об этом потом рассказывает людям рассказывать своим родственникам понятно что я узнала где-то в 11 лет я уже поняла что хочу работать на радио радио это моя судьба моя мечта моя боль слабость и радио это было очень модно дозвонись на радио передай привет сначала там это были какие-то стабильно приветы матери и друзьям то потом это были приветы там что-то выдумывалось какой-то интересный пассаж был привет всем моим должникам привет всем кому я должен что-то выдумывалось а затем это уже стала профессией как это стала профессия просто пришла на радио на прослушивание меня послушали я думаю меня взяли из-за того что я не сказала в ответ на какой-то вопрос а показала чем ты увлекаешься показала балетной по тогда балетом занималась и немножко они что-то увидели во мне взяли в будущем мне предстояло понять что вести это не мое а вот руководить о да тут я стала редактором и уже на позиции редактора и дальше продолжала работать в уфе на радио 1 канал радио скромное по зарплате и в дальнейшем но я увидела себя что мне нужно немножко чуть больше денег вот увидела себя на радио хит-фм обед привет очень скучно через год я с него ухожу и уезжаю в сургут и здесь мы уже здесь уже немножко пошире для себя увидела возможности стала работать в рекламе реклама это да это мое я знаю как лучше я знаю купить другие люди как проанализировать все 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 таки технический человек и вижу все в цифрах том числе литературу музыку все это для меня как-то схемой вырисовывается я бы меньше чувствую но больше анализирую в этом отношении и я устроилась на радио на север авторадио сделала там программу и потом ушла на радио 7 тут уже поплотнее было несколько лет мы сотрудничали это 15 лет ств 20 лет ств ну получается вот в течение пяти лет до сих пор у меня в аудиозаписи хваляется мой ролик записанный моим голосом что-то продачи какой-то магазин продачи все говорят ничего себе то твой голос болен люди это с просто сведение но действительно достаточно хорошо дышать громко говорить четко постоянно это практиковать заниматься твой род это твой инструмент рабочий с которым ты показываешь себя и над ним тоже необходимо работать нужны ему тренировки такие же как ты любым другим мышцам в том числе и мозгам то есть ты устроилась на радио практически участь в школе или после школы после школы во время учебы во время учебы да уже в учебных заведениях ночью я работала днем я училась и спала а в уфу уехала ты по каким-то семейным обстоятельством или это твой а это просто вот как решение как как-то вот во мне лягушка-потешественница уже где-то вот в 16 это определилась что я буду путешествовать что я не хочу сидеть на одном месте мне нравится я пожила из так вот чтобы я прям пожила москва екатеринбург перь уфа чуть-чуть томска томска не омска чуть-чуть томска оттуда же невозможно его поднял жалко что я не пожила на побережье столько сколько мне хотелось бы но побережье я немножко хорошо немножко лучше побережье немножко знаю новороссийская на по что зачем что от чего что где расположена где джубга где лазаревская где саргутяне и наше российское побережье для меня не столь интересно сколько иностранное в том числе и вот тайская да моя большая голубая мечта уехать паттаю паттайя это просто вообще фантастика это меня оказалось это во первых фантастические люди люди тайцы тайцы знают что такое быть собой и они всегда честны перед собой и друг с другом не с фарангами не с туристами сами с собой они знают чего они хотят от чего они будут счастливы русскому человеку счастья не надо и для него это такая немножко новинка а как это быть счастливым возможно поэтому меня это впечатлило но это вообще наверное для всех каких-то южных околоморских обитателей более свойственно чем для таких жителей суровых сибирских точно помечено просторов на радио ты работала в нулевые годы правильно где-то так вот радио и чуть позже да где-то так и чуть позже и ты помнишь как ты зарегистрировался в контакте каком году 2007 вот аналогично 2007 я зарегистрировалась потому что все мои друзья уже были в контакте мы из же перетекали в контакт и тут уже же у меня был уже же наблюдателя я не писала в свой же же я писала в это время в новом городе в новом городе я оказалась на позиции рекламного агента и проходя мимо редакторской двери я зашла к девчатам девчата сказали что есть полоса афиши лен будешь делать я говорю а сколько там денег то вот столько крюк достаточно потому что рекламный агент он получал тогда очень хорошо на это не обеспечивала как сказать ту занятости или не наполняла так душу в общем в афише я обнаружила для себя место для творчества я могла рассказать людям куда сходить я очень знала очень много мест знаю куда сходить которых ну просто не каждый знает в силу своей занятости в силу того что дом работа дом работа иногда отдых то есть можно сказать что все весь твой проект культ просвет как бы обязан вот первый там первым точком толчком послужило информационное агентство сиапресс скорее даже газета новый город и его как частности коллектив до девчонок расскажи что представлял собой сургут в нулевые годы куда можно было сходить что там происходило мы проводили время в ковярни ковярни это украинская кофейня там до австром сургуте ну наверное многие знают таверну но не все помнят ковярни сейчас там расположен музей черного лиса интерактивный музей где можно с помощью vr-технологии погрузиться в жизнь черного лиса сама не пробовала много слышала vr-технологии использовала и представляю насколько это интересно и в то же время забавно побыть в роли лисы которая ведет охоту и как-то она же живет своей лисе жизнью в ковярни проходили вечера молодого бажали или выступала там группа мотора б к был кстати там один раз на концерте как раз мотуры бы это было легендарно но самый легендарный концерт мотора б был пельменный пельмешка это окружение из детских рисунков детские мультипликационные герои такие как пятачок винни-пух и такой вот длинноволосый дядя денис шубин с гитарой поет вертикальный срез пупырик огня и что-то вот депрессивно да это отличное было психоделическое сочетание я видел фотографии я в нулевых чаще всего посещал заведение под названием анфас которая располагалась в дворце искусств нефтяник и я вспоминаю как распространялась информация об этих концертах в основном это какая-то была личная там переписка в аське вот этой вот тусовки которая туда ходит как таковых каких-то ресурсов я даже не могу вспомнить там что-то вирочев делал какой-то сайт который тоже работал как-то коряво там он не все отображалось именно тогда ты вот подумала что можно нужно как-то всю эту информацию объединить и меня немного взбесили люди которые говорили о том что некуда в сургуте сходить посмотреть просто вокруг себя и найдите себе интересное занятие скучно не потому что вокруг тебя скучно скучно потому что ты скучный новость нет и поэтому я начинала проникать вот пытаться проникнуть в мысли человека которому скучно чем его еще можно заинтересовать а как его вот если ему не нравится мотор бы что ему еще можете если не нравится анфас что еще может зацепить а чем еще можно заняться может быть он просто не любит не аудиал может быть он не любит слушать музыку может быть он любит смотреть что-то это визуальное искусство или он умеет кататься на лыжах ему хочется новых ощущений где-то с классной горы и действительно скатиться не может быть он ничего в жизни не пробовал ему достаточно вот направление показать куда сходить и убедить туда туда надо сходить и может быть он действительно откроет на себя новый мир и вот это выражение некуда сходить она в пандемии опять актуально мы вернулись к тому с чего мы начинали это очень интересно конечно история сделала круг накидая еще парочку каких-нибудь мест или движух которые были в нулевых и которые сейчас как бы очень странно представить в нынешнем современном сургуте я вот например могу чтобы так сказать задать том дискуссии вспомнить во первых мои знакомые которые часто играли в игру под названием encounter у них образовалось такое культурное мероприятие которое они называли доширак пати они встречались на полигоне орловой это тогда еще недостроенное здание возле нынешнего нового роддома ну это был большой остов такой какой-то 6 7 этажный они там жгли костры на каком-то третьем четвертом этаже например на этих кострах кипятили воду заваривали доширак кушали его и пели песни под гитару в центре города это была закрытая пати о нем нельзя было говорить encounter вообще классная была игра конечно еще был club space это легендарное местечко где а я помню как-то торио нарисовал афишу в пейнте и она была просто огонь до сих пор можно я думаю найти и вспомнить как она выглядела она наверное даже есть в культ просвете где-то либо во встречах где-то валяется торио это антон торио диджей не красно антон некрасов который работал с сургутской филармонии сейчас он живет тяду сиевпатории вот такой чувак но это понимаю временно там живет пока у них удаленка пока зима скорее всего передадим привет антон некрасов вообще я хочу ну могу отметить что в тот период можно сказать его особенностью было то что в различных очень не приспособленных местах проходили разного рода концерты в том же space и я помню был на концерте группы нож по это такой тяжелый металл но шпа и они прямо как лекарства называются если будете искать вот ножку то найдете их загуглите нож по сургут ну куда-то они уже делись наверно выросли но они многие из них живут сургуте вокалист по ему занимается он видеограф нет он занимал он занимается монтажом видео а видеограф у него по моему саша запара они вдвоем работают такая у нас ретроспектива случилась я помню не людей события я помню цифры хорошая память на цифры я могу сказать что в декабре 2009 года случился прорыв и по сравнению с летними месяцами допустим девятого года где у нас идет максимум там шесть-семь мероприятий в неделю в декабре их было целых двенадцать случился прорыв но потом опять вернулись к цифре средней девять и на сегодняшний день да нет на сегодняшний на 2019 год все-таки нужно говорить в 2019 году у меня работал редактор и мы выпускали от 50 до 90 мероприятий в неделю и сейчас это конечно цифра больше до пандемии то я думаю да в пандемию мы остались без мероприятий сейчас это те три площадки буквально одна из площадок это joint 2 house и я кстати думаю что пандемия продлится еще целый год поэтому мы год можем не планировать никуда ходить кроме как вот туда туда и там максимум еще куда-то ну мы к этому вернемся значит поговорили про нулевые подытожим в 2007 году появилась социальная сеть вконтакте и в восьмом году появился в контакте культ просвет я начала вики разметку вики разметка мне очень понравилось сначала группа называлась я там отхожу на променад но что это за название дурацкая просвет изначально был как какой-то прикол эксперимент то есть думала о том что это может вылиться в какой-то серьезный проект о я не думала я знала тогда можно было приглашать в группу просто круглосуточно сидишь и чем я и занималась я ела приглашала иногда в туалет выходила и спала еще чуть-чуть ну и ходила по всяким мероприятиями здесь но еще и финансы изучала учиться нужно тоже когда культ просвет начал приносить тебе деньги понятно скорее вот скорее первая цифра скорее первая цифра появилась в 2014 году какая-то первая действительно оплата а регулирует пять лет только да 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 ну потому что это реально было хобби и она хобби оставалось до момента в 2019 году в ноябре я сама села за руль и и отпустила всех отпустила редактора у нас было много редакторов они постоянно ввели мероприятия опубликовались какие-то задания по материалам иногда им давала что-то интересное видишь как бы просишь сделать делается все окей зарплата платится реклама рекламе c иногда в минусе оказывается но зачастую в минусе то есть плюсы мы там буквально на то есть ты имеешь ввиду что в читарн за в четырнадцатом году появилась прибыль не доход а прибыль до прибыль ну то есть как какой-то какая-то монетизация началась гораздо раньше ну просто я говорю о том что в четырнадцатом году я увидела первые деньги и в четырнадцатом году уже появилась с мм агентство у меня я занялась общепитом сопровождением в области smm и культ просвету он просто где-то рядом вялился с помощью редактора он как-то двигался иногда и его менторила но как таковые деньги оттуда большие не шли это было вот буквально жвачку купить суши там иногда от жвачки до суши в месяц выходила иногда в ноль иногда в минус один раз даже в глубокий в глубокий минус потому что продвигать ему все равно как-то хочется как-то надо чтобы немножко разрастался и в рекламу немножко вкладываешься и опять же плачешь редактору но тем не менее на во первых редактору интересно работали люди у меня три человека один второй третий получил на и четвертый даже чуть-чуть четвертый был не сургутянин удивительное дело ли это катя гербутова проработала у меня около два или три года она вела не только культ просвет она занималась еще и smm проекта вместе со мной маргариты голик вам она проработала тоже около двух лет сейчас она занимается видео съемкой видеомонтажом и я надеюсь сейчас его парке не мой бывший муж сначала стал бывшим мужем потом он стал редактором культ просвета и большое спасибо ему за то что он поддержал в течение там тоже двух или трех лет культ просвет причем очень хорошо и мне все редакторы запомнились тем что они также трепетно относились к культ просвету и также трепетно относились к культуре и образованию людей они привносили от себя не только просто публикации они действительно привносили туда душу ты говоришь что изначально знала о потенциале социальной сети создание какого-то паблика в социальной сети ты не жалеешь что в тот период ты не сделала общегородской портал не направлен на культуру а направленный на весь город ну как у сургут например который ну в связи с тем что естественно у него больше подписчиков у него и монетизация очень хорошие никогда не жалела это его ну это его путь мой путь он другой если бы я не сделала то что сделал у меня бы не было того что у меня сейчас есть а сейчас у меня есть то чем я люблю заниматься а то чего я не люблю у меня этого нет все год назад все отпало год назад я решилась и решила что больше мне не нужно заниматься чужим и самым чужим и чужими макетами тем более творческие там была немножко скована а здесь в культ просвете у меня очень много возможностей мне даже иногда прокрастинация мешает их все освоить да мы будем с ней бороться и все-таки освоим у культ просвета есть еще тематические ответвления там для детей на детская афиша афиша с обучением мы это поняли что нужно это все убирать по углам когда когда поняли объем работы объем был таков что 150 мероприятий в неделю вместе с детскими вместе с обучением началось вот уже 150 уже ходила мы поняли что все хватит не даже после сотки уже после сотки все я разделила детскую разделила афишу с обучением действительно этих курсов мастер-классов лекции их просто пруд пруди на отдельное сообщество я его никак не развиваю я его не трогаю вообще она сама плодится и до сих пор есть какие-то курсы которые вот люди предлагают некоторые я нахожу для того чтобы сообщество не расформировалось никуда не убегала хотя бы вот костяк этот людей за которые подписались же зачем-то сами подписались сами нашли чтобы они получали информацию которую привыкли получать то есть все это но основная сверх задача создания этих групп это разгрузить ленту основного сообщества да для того чтобы культ просвет имел лицо нужно немножко подбарить подбаривать а сами по себе они как бы не не особо там как-то монетизируются или популяризируются нет они не монетизируются единственное что преследует эти сообщества это отслоить от основной ленты культ просвета вот эти частности ты в определенный момент пыталась делать что-то типа не знаю франшиза не франшиза но проникновение с культ просветом в соседние города я попробовал чем все закончилось я брала нижневартовск пощупала посмотрела что там да нефтьюганск там очень недоразвита культура в нефтьюганске там один кинотеатр он так он в четыре раза меньше чем сургут не в четыре раза но 210 тысяч человек не могут ошибаться их все-таки нужно как-то поддерживать культурно и жизнь нефтьюганске была бы подбодрее если бы ее подбадривали даже может быть когда-нибудь найдутся такие люди которые подтолкнут к развитию благодаря созданию какого-то общегородского портала или может быть информационного какого-то средства для того чтобы простые работяги нефтяники бизнесмены трудяги которые дом работа дом работа они задумались о том что что-то жизни не хватает и мы все уже культурно изведали в нефтьюганске надо что-то еще делать то есть это моя наверное где-то вот миссия там заложено мне хочется я делаю зачем я делаю наверно вот там и известно мне об этом нет невидимо просто веление души что в нефтьюганске попробуйте сделать то же самое если кто-то я сделал культ просвета позвала людей говорю давайте вот сделаем давайте что-нибудь придумаем там откликнетесь кое-кто пришел кое-кто что-то начал все это не продлилось долго но так оно часто и бывает потому что все-таки это миссия это волонтерство полнейшее и может быть будет человек которому это будет интересно в нижневартовске тоже петрушка нижневартовске интереснее становится год от года на последние годы я уже не наблюдая за ним настолько насколько я была погружена там в 17-18 год когда нижневартовске это завела посмотрела что там да есть неплохой театр где неплохо идет на контакт пиарщик и вообще в нижневартовске есть классные пиарщики которые действительно болеют за свое дело которые выходят в соцсети и вот коммуницируют правильно делают общее дело со мной делают общее дело для зрителя а не для того чтобы получить свою зарплатку ну вообще там очень интересная движуха вот последние годы то есть там примерно как в сургуте появилось много каких-то коллаборирующих друг с другом театральных художественных объединений причем если здесь как-то порт поддерживать всю эту движуху то там они просто самоорганизовались и даже вот один только алексей житковский который там живет это драматург по сценариям которого снимают фильмы и ставят спектакль в москве на серьезных площадках он живет нижневартовске беняга ну не знаю возможно в москве возможно если бы он жил в москве он бы не писал такие интересные сценарии вот ну в общем тоже не поперла потому что не нашелся какой-то фидбэк от местного сообщества да я искала чтобы был человек который воспользовался бы моим опытом и спроецировал мой опыт на Нижневартовск и возможно даже коллаборировал там у кого-то может быть заинтересованы были бы там да в моих мечтах скорее всего заинтересованы все пиарщики культурных организаций и вот они все бы пульт просвет этот сделали и обменивались вот так вот публикой аудиторией это все идеалити так не бывает как выяснилось да либо это нужно выбирать и строить как ленин коммунизм но я не ленин что ты можешь сказать про ситуацию с какими-то сообществами в социальных сетях в сургуте сейчас блин столько же много сургутских групп расплодилось и это в основном один и тот же жанр новостейный развлекательного совсем чуть-чуть раньше мы с Сашей Побережным делали мемы сургутские вот это был вообще огонь мне так нравилось мемасики я сейчас скажу одну фигню я сейчас похвастаюсь если кто-то помнит мем что работу в сургутнефтегазе получают по наследству это я придумала так вот оно че и тут я почувствовала что у меня талант давайте мемы строчить потом мы с Сашкой поссорились эту группу изничтожили и вот так вот закончилось наше творчество мемное ну это было классно я помню этот период да ладно это где-то полгода было типичный сургутянин или что-то такое называлась группа сейчас это в основном новосейные жанры кто-то пытается кстати видела недавно малюсенький паблик он делает люди я за вами наблюдаю в инстаграме он делает музыку накладывает на сургутские пейзажики и сделает классный монтаж это чувствуется он прикладывает туда какой-то замысел вкладывает он прикладывает туда свои мозги и делает это долго и думчиво у него там порядка шести по моему роликов не больше вот такой вот уникум или это мы встречаем либо личные блоги интересные либо это классические новостиные паблики которые у всех потырили новости или это классический паблик с картинками где потырили на фотографии порой без подписи автора об этом очень вот печально мне рассуждать потому что это большая боль сургутских фотографов которые остаются в стороне ты берешь чужие картинки зарабатываешь на этом хоть какие-то деньги ну будь добр ну хотя бы упомяни человека ну лень видимо лень ну я вот тоже часто сталкиваюсь ну периодически сталкиваюсь с этим есть какие-то способы как с этим бороться да да Михаил Батинев отсудил у Blackstar какие-то бабки за то что они использовали его фотографии но они использовали ее в обложке то есть какой-то паблик который просто что-то запостил и в этот же день он запостил еще пять чужих картинок но на этот тут еще надо доказать сколько они заработали на этом на этот случай есть у ВКонтакте не мезида я сейчас не буду разбираться о том что есть в Тургуте адвокаты есть судьи есть какой-то пласт дел просто пунктаренных и кто у нас отсуживают деньги и зачем были прецеденты прецедентов полно да более десяти уже в истории есть есть адвокаты которые на этом специализируются и фотографы которые имеют такой опыт фотографии в сообществе о них всем известно у меня был такой случай на меня подали вернее не на меня на моего клиента подали в суд и мой клиент защищал себя в суде ну в результате пострадала я 60 тысяч как с куста то есть 60 тысяч вот этот фотограф который работал на моего клиента он снимал на квадрокоптере видеосъемку вел и затем он за одну фотографию которая была при помощи этой съемки получена получил с меня одинокой мамы лены 60 тысяч рублей ну как бы на его совести пусть останется не держу зла потому что все это круговорот тема в природе оно случается и каждому достанется по его скажем карме можно так это назвать совет от моего коллеги фотографа из паблика фотолайп сургут фотолайп сургут это один человек который имеет большую аудиторию небольшой магазин и фотографирует для души и он не пытается получить мзды за это да размещают рекламу но у него там нет на этом не построен на этом бизнес какой-то но тем не менее он фотографирует в морозы выезжает тратит бензина бензина стоит напоминаю 50 рублей почти что литр это поехать вот ночку покататься завестись в тридцаточку это 500 рублей извините 10 литров нормально если поездить действительно по городу на грестом со всеми остановками искусство требует жертв да ну человек старается человек выкладывает фотографии у него просто это все потырено и там опубликовано где-то в пабликах так вот он советует как с этим бороться вконтакте есть немезида это алгоритм который вычисляет контент неоригинальный но немезида не всегда справедливый не всегда действует и работает с текстом в основном с фотографиями ты можешь нажать три точечки над постом нажать пожаловаться и указать что это неоригинальный контент то есть фотографию свою приложив что ты опубликовал ее раньше что ты источник этой фотографии и твоя фотография с этого паблика будет удалена но владельцу этого паблика за несколько таких нарушений будет какая-нибудь санкция или это только чистка удаляются только фотографии но тем не менее есть способ немножко повлиять можно написать в поддержку и уже в беседе с поддержкой получить поддержку если есть такая надобность но я считаю что лучше договариваться если человек не понимает с первого раза то да можно уже прибегать к таким методам если он всю жизнь так делал то значит у него есть какое-то понимание мира вот он этой дорогой ведет а что для него значит эта дорога может быть он просто не знает что это незаконно может быть он немножечко не в теме мало ли живешь живешь такое и не знаешь что ты что-то незаконное творишь что тебе на тебя пришли наехали страху нагнали конечно ты будешь отвечать как с агрессией а если подойти к человеку поговорить нормально здравствуйте вот вы знаете меня это беспокоит давайте поговорим об этом конечно человек к тебе нормально отнесется в инстаграме это тяжелее конечно в инстаграме тут есть свои нюансы но тем не менее такие паблики они не приносят большие деньги и проходит годы я вижу наблюдаю как они сдуваются либо люди работают не профессионалы они не знают как защитить свои аккаунты и крупным аккаунтом очень крупное внимание мошенников и вот такие мошенники они порой хоп и обрубают жизнь аккаунту ну в общем в таких вопросах где украли мои фотографии и так далее мой метод решения это договориться если договориться не получается то тогда уже методом воздействия кнута и палок через техподдержку ну либо еще можно проклясть ничего не помогло работает да практикуешь пока ну давно нет хорошо слава богу что можешь сказать о тенденции популяризации или даже я бы сказал заполнение различных информационных лент уже не только в социальных сетях но и на там телеканалах информационных порталах контентом ну таким типа трэш-контент аварии убийства даже просто там видео как какой-то автобус там задел какую-то машину то есть это собирает много просмотров и многие как бы ведутся на это и свой свою ленту как бы ориентируют именно на такой контент то есть я еще понимаю когда это в социальных сетях как бы это в принципе оттуда и началось но уже и на теле ну можно включить новости на каком-нибудь сургутском телеканале и увидеть там половину выпуска вот про это а помнишь была такая передача излом очень популярная передача излом ну да была дорожный патруль на ТВ-6 и потом местный излом ну то есть это было как-то ну структурировано в отдельном месте для отдельной аудитории сейчас я вот просто сталкиваюсь с тем что ну вот почему мне не нравятся допустим какие-то вот выпуски новостей на телевидении потому что там слишком много вот подобных есть такая рубрика и ею перенасыщены новостные выпуски да ну я думаю что ты желаешь здоровья своей психики во первых мы обсуждали эту тему с психологом сургутской психиатрической больницы выходил выпуск в Культфорсвете и возможно кому-то он действительно принес понимание зачем это не нужно делать или зачем ему это нужно делать но нет какой-то определенной патологии но ты же сам себе хозяин и сам себя можешь понять насколько тебе это вредно если ты об этом задумываешься уже молодец уже супер другое дело мы еще видим что тут есть две стороны с которой можно рассуждать это позиция пабликов которые это публикуют и позиция аудитории которая на это реагирует но позиция аудитории как раз таки понятна как бы человек вот к чему-то такому ну такие низкие эмоции проще потреблять чем высокие и пока паблики с позиции пабликов и пока паблики гребут свое внимание они будут получать за это деньги они не перестанут это делать так что это замкнутый круг и тут в силах разомкнуть этот круг только только администрация этих пабликов в лице самих руководителей инстаграма вконтакте и так далее так далее то есть мы можем в конце концов обратить внимание что обратите внимание что инстаграм мимикрирует он нацелен на то чтобы человек постил годный контент а не всякую бяку и для этого он предпринимает какие-то выстраивать свои алгоритмы которые работают так как они сейчас работают годный контент он в приоритете не масс фолловинг не масс лайкинг и тем более не масс лукинг действительно интересный полезный контент с реакциями но остаются скажем так остается негативщина еще в контенте потому что ну это часть нашей жизни и как к этому относиться дело внутри каждого если инстаграм в какой-то момент скажут а мы против негатива я думаю за ними пойдут и все остальные соцсети возможно так случится но пока соцсеть ни одна не прервала этот порочный круг да в инстаграме нельзя постить некоторые вещи и он блокирует некоторые видео даже можно в принципе и пожаловаться на такие видео если у вас есть стресс по поводу того что вы увидели и вы не хотите чтобы такой контент вообще был в этой соцсети вы тоже можете нажать пожаловаться и возможно эта жалоба будет рассмотрена как необходимое действительно уничтожить этот контент окей ну к слову тогда сказать что ты думаешь про каинформ видно что работа проделана просто шикарная по организации съемок по привлечению контента мне нравятся некоторые правила которые там введены и есть личные отношения это не может не симпатизировать потому что человек не просто работает на бабки он работает на свою какую-то идею на какую идею у каждого из нас свои какие-то предпочтения я могу не понимать смысла я могу он может быть мне не близок но я его очень уважаю за его проделанный труд это большая многолетняя работа это первое информационное агентство в России такого качества как как ты думаешь что особенность этой группы что она закрытая она играет в плюс в большей степени а что кинформ закрыли ну она всегда была закрыта они открыты вроде как нет она всегда была закрыта я вот даже вроде в какой-то момент часто по-моему даже не было функции скрыть там определенные новости ну я как бы не хотел постоянно видеть этот контент у меня есть аккаунт с которого можно проверить я пытался ну я думаю вроде как отписаться стрёмно потом что-нибудь надо будет узнать а ты не сможешь поэтому я как бы остаюсь подписанным была бы она открыта я бы отписался например заходил только да уже закрыли она была закрытая вот ну нет они они открывались ненадолго было ну а что думаешь это ну мне кажется это интересный такой кейс в основном же такие крупные паблики они все открытые каинформ а вроде считается руслан байрамов очень сильный видный человек очень сильная личность но каинформ они не прикрыты тылы по безопасности нужно немножко пересмотреться нужно создать вторую страницу запасную потому что это слишком большое сообщество и его много кто хочет вскрыть поэтому тут надо тылы прикрыть среди ты публикуешь афишу множество различных заведений и при этом насколько я знаю существует у тебя какой-то черный список либо клиентов либо заведений это так ну они сами закрыли себе двери в культ просвет как бы а зачем было плевать в колодец который на пицце пригодится ну есть там товарищи ну я помню вот одно заведение андеграундного характера мне не нравился ни одна ни один какой-то агрегатор афиши например там афиша сургута сайт еще какие-то подобные ресурсы мне они все не нравились тем что там 102 децибела я угадала да что там не была представлена афиша этого клуба а в культ просвете тем не менее там у вас были какие-то насколько я помню разногласия ты все равно публиковала и поэтому я пользовался именно культ просветом потому что это наиболее полная не сразу же они возникли то есть они они открылись три года мы с ними просотрудничали как просотрудничали я их публиковала это не сотрудничество это игра в одни ворота фотографы ходили от культ просвета размещали фотографии все было вот просто бесплатно три года потом я попросила сделать репост мне ответили нет на этом все закончилось ну то что ты а сейчас ты публикуешь ну там до пандемии ты публикуешь а сейчас до пандемии они проплачивают для публикации и да публикации были ну то есть как бы их афиша присутствует в культ просвете ну не в полной мере в той в которой оплачено вопрос который возможно интересует многих кто на тебя подписан в инстаграме ты бесплатно кушаешь в ресторанах я ем за свои деньги когда я иду в новые места и я же хочу рассказать честно и честно было бы не просить за публикацию еду и быть обязанным а заплатить и быть не обязанным и сказать честно но часто потом прилетают бонусы что типа прилетел один бонус от будто кафе прилетел ты рассказываешь так как будто это был так себе бонус я как будто я сходила как будто что-то плохое сказала но меня прям с ног на голову и прям вообще со всех сторон то есть сказала как есть это нравится это не нравится это надо доработать техническое открытие у кафе это значит что они в доработке ну меню в проработке находится элементарно хозяин еще не знает там где туалет например и там официант еще не знает дорогу домой от кафе ну это вот такие доработки которые от технического открытия до официального открытия нужно довести дома ну примите как данность не надо я же не приношу вам свои соболезнования я даю вам свои советы и люди которые к вам приходят делают комментарии относительно вашего заведения они дают советы это ваши клиенты нужно просто общаться с людьми вы либо гостеприимные гостеприимное заведение и следуете законам общепита либо вы ну шаурмячная с котиками которая на каждую финна ваших котиков гавкает ну неужели не было такого что ты пришла в какое-то кафе тебе понравилось ты написала у кафе повысился какой-нибудь проходной повысилась проходимость и тебе потом они пишут только звонят типа Елена спасибо вот вам еще там депозит на какую-то сумму можете еще у нас покушать типа знак благодарности депозита не было заказывают рекламу сразу же заказывают рекламу если ну в большинстве случаев заказывают рекламу есть те кто даже спасибо не скажут ну ну хорошо это их проблема мы будем возвращаться к ним по мере возвращения их к нам вот и все блогеры у которых более двух даже трех тысяч подписчиков они уже начинают брать деньги за то что они рекламируют и продукт который они рекламируют они тоже получают бесплатно и нужно быть готовым что блогер скажет вам что ему нужно заплатить это нормально это ему нужно оплатить дорогу ему нужно оплатить его время он тратит время на свой паблик он развивает его да и это не значит что если вы ему принесли поесть он обязательно вас пререкламируют вообще не обязательно вот когда уже за деньги идет тогда да точно все есть договоренность если он вас если вы его просто угостили он может вам просто сказать спасибо дядя и тетя за колбасу пока все но киевси вкуснее и тут же пойти в киевси да и тут же пойти в киевси и меня немного смущает такое отношение да буквально вчера что один дядя предлагает мне бесплатно снять ему ролик то есть я должна завести машину в мороз потратить бензин по 50 рублей на минуточку приехать потратить свое время не на себя не на свой паблик не на своего ребенка не на своей личной не полежать в ванне а вот приехать к нему и снять ему бесплатно ролик на минуточку дяди у которого бизнес культ просвет как и большинство каких-то других сообществ сейчас представлен насколько я понимаю в контакте и в инстаграме да какие-то другие социальные сети да ну их это особенность сургута вот к примеру почему фейсбук не развит нет это мы не резиновые вот и все просто несколько людей которые начинали вести соцсети мы не резиновые мы не хотим распадаться на атомы и не спать ночами чтобы еще две соцсети господи ну вот существует же куча городских пабликов да которые дублируют контент если бы в фейсбуке были какие-то люди вот сургутяне я думаю целесообразно было вместо того чтобы делать там сто двадцать первый паблик с новостями сургута в контакте сделать первый нормальный фейсбук но этого не происходит наверное потому что сургутяне в фейсбуке не сидят в фейсбуке есть нормальный паблик нормальный ну на уровне на уровне он есть он большой он крупный но опять же нет позиционирования нет собственной мысли тоже такая система агрегат в фейсбуке в фейсбуке и в одноклассниках мы уже отсутствует номинальный есть но не публикуется ничего в фейсбуке мы есть номинальная то есть репостится тот контент который выходит в инстаграм в принципе да и удобно получать для тех кто там есть единственное что я там не общаюсь знаешь сколько в директе общаюсь Если открыть мой директ И посмотреть за последние сутки То можно вот так вот сидеть Листать минуты три точно И это глобально больше Времени занимает Почему так происходит Потому что когда я в ноябре Взяла на управление Какой-то просвет, я поняла зачем я его взяла И мне нужно знать мою аудиторию И моя аудитория меня захватила И мы с ней теперь не разлей вода Они прям очень много советуют Очень много информации от них поступает То есть что им нравится, что не нравится А что есть на Белом Яру Мы сейчас обсуждаем вот эту тему В директе с несколькими людьми Что есть на Белом Яру Планируем туда съездить после Наступления Как сказать, нормальной зимы Ну то есть можно сказать, что Инстаграм Наиболее такая сеть, дающая фидбэк Крайней мере в сургуте Сейчас, просто может быть сейчас И для меня ВКонтакте ВКонтакте есть неплохие паблики Где тоже люди очень много общаются Единственное, что Мне не хватает ВКонтакте Более четкого позиционирования У некоторых пабликов оно размыто Это агрегатное состояние агрегатора Вот такая четкая фраза, мне так нравится Когда ты ни за что не зацеплен И собираешь все и все Впитываешь как мочалка И потом выливаешь в твой паблик И все Сливается людям Может быть не хватает позиционирования Ведь в Инстаграме это все-таки Социальная сеть блогеров И там ты уже как блогер И там инструментарий для этого рожден А ВКонтакте это все Подбирает идеи Инстаграма, ТикТока И внедряет в свою аудиторию Ну а что касается как раз-таки ТикТока Наиболее популярная, наверное, соцсеть Сейчас в принципе Но в Сургуте, по-моему, как-то она не Ты ее не видишь, ты там не участвуешь Я ее посмотрел Ты один раз посмотрел Или несколько раз посмотрел, да? Нет, ну мне в принципе не очень как-то Со мной коррелирует то, что туда в принципе выкладывают Но я пытался какой-то сургутский контент там увидеть Да, так просто сургутский контент не найдешь Тебе сначала нужно поучаствовать в этом сообществе Что-то посмотреть Где-то сделать какие-то движения Лайки, комментарии, подписки Чтобы соцсеть поняла, чего тебе показывать Что тебе нравится Включить тебя в какую-то игре Подключить к какому-то игре И если ты немножко Хэштег сургутский ТикТок Пролайкаешь То немножко больше расширится Твое познание в области сургутского ТикТока Или допустим, если тебе интересны Такие видео, как советы маркетолога Или советы физика, химика Какие-то небольшие трехсекундные лекции электрика То соцсеть направит тебя вот именно в эти сферы Так что все в твоих руках Просто заходишь и пропадаешь Ты можешь сказать, что в принципе нормально Какой-то контент есть Знаешь, что я сделала вывод, что сургутские тиктокеры Это ленивые тиктокеры В большинстве случаев Есть человек, который живет в Сургуте И снимает свою посаженную приору На лайте его зовут Он и монтажом увлекается, и музыку подбирает И идеи у него хорошие Вот это действительно достойный классный сургутский тикток Единственное, что не всем по нраву Не всем нравятся посаженные приоры Мне просто вот хватает вот здесь и вот здесь Для того, чтобы уважение к человеку испытывать Потому что он прилагает к этому труд Он над этим думает А не просто так вот чем-то занимается По жизни деструктивным Или, может быть, они, конечно, повторились Это самый знаменитый, наверное, сургутский блогер Лена Ермакова И команда, будем говорить, из Татарстана, по-моему Человек, который снимает И человек, который ведет свадьбы У них достаточно большой тикток Они привлекли Лену И сделали такую коллабу Разогрели свой ролик Что-то около Больше миллиона просмотров Больше четырех миллионов просмотров Они повторили чужую идею Но, тем не менее, вот им уважуха Что они этим занимлись Хотя бы что-то Посмотрим, чем это закончится Как это будет дальше развиваться, вернее Вот И у Лены такой интересный амплуа И она интересно себя ведет Мне прям хочется смотреть Вот в ее Вот в этом В тиктоке То, что получилось Это хочется смотреть Мне интересно будет посмотреть Как это будет дальше На этом сургутский тикток Все А еще есть сургутский попугайчик Говорящий Он говорит Привет, тиктокер Привет, парниши Это мой попугайчик Все На этом все Да Но не густо А что касается Сургутского контента В ютубе Есть что-нибудь Да, не сижу Что заслуживает внимания Не сижу на ютубе Вот у меня канал Сампсей растет Я там просто загрузила Когда-то давно Очень видосы И их, видимо, кто-то Себе подзагрузил И их сейчас вот просматривают Я думаю Скоро монетизироваться начну И тогда будет уже активнее Вестись канал Возможно, как раз Вот на сургутскую тематику А может быть на тайскую? Не знаю Посмотрим Посмотрим А пока подписывайтесь Нажимайте на колокольчик 2020 год Началась пандемия И культурный локдаун Достиг и сургута Давай я пожалуюсь сначала На февраль Ну давай Февраль Вот февраль Я говорю Люди Люди, которые работают в культуре И просто ходят с телефонами По своей площадке Люди Вы получаете зарплату Постите посты Снимаете сториз Выходите Что-то снимаете Ну отметьте Культпросвет Ну я вас репостну Это бесплатно Это блин Здорово и классно Что ты думаешь Много таких людей было? Ну мы так делали Да Вы и еще кто Кто и кто Два Ну после того Как я там Провела Убедительную беседу Сейчас в пандемию Они все не работают Как ты думаешь Что это? Разве не проклятие? Нет Короче Это не смешно Но тем не менее Предложение Всели Оно всегда будет И я думаю Всем нашим подписчикам Интересно Что происходит На площадках Пока они в онлайне Но они не пользуются Этим предложением Ты знаешь Учтите Зарплату Получают Пока я на них Немножко сердилась Не Не сердите Елену Станиславу Отмечайте Сургут Афиша В своих Сторис И Будет Всем хорошо Всем от этого Будет хорошо И в основном Аудитории Ничего вы не теряете Если вам жалко Отметочку Ну это Ваша жалко Но Ничем не обернется Абсолютно Нехорошим Неплохим И оно так и останется В вас И все Пандемия Культ просвет Сообщество Которое В большей степени Ориентировано Именно на афишу Именно мероприятий Вдруг сталкивается С проблемой Что мероприятий Нет Первое время В принципе В культ просвете Было достаточно активно Там публиковались Оперативные своды Где что закрылось А кто нет А что делать потом Было видимо непонятно Расскажи Как ты Из этой ситуации Вырулила Какой стала Пилить контент И чем занимаешься сейчас Да мне всегда Было интересно жить Я всегда показываю То что мне интересно Возможно кому-то будет Ну он пролистывает Но мои публики Мои аудитории Это почему-то заходит Да я понимаю Что им интересно Мое видение мира Я вижу фиолетовое окно Фотографирую Главное что Присутствует творчество Когда ты показываешь жизнь Режим покажи Расскажи Включаешь Это интересно Особенно интересно Когда это Можно применить То есть можно туда поехать Попробовать Самому что-то сделать Допустим Мы недавно прокатились На всех горах Опасных и небезопасных На небезопасных Конечно не прокатились Просто побегали Чуть не упали Оценили Насколько это Безопасная гора И люди нам еще Отзывы присылали О том Что Каково Каково состояние горы Сейчас Насколько засыпало Какие штыри появились И так далее Постоянно Обновляется информация В СМИ Короче горы Это контент Это инфоповод Оказался Хотя казалось бы Ну это же горки На них Не было бы Не было бы пандемии Ты бы наверное Не стала делать Эти обзоры Ватрушечный вид Спорт просто Не Не было бы пандемии Мы бы занялись Наверное Все-таки заборами Какое-то заборное Видео Я бы снимала Ну В теплое время Года Скорее всего Мы придем к этому Потому что пандемия Никуда не денется Я думаю Она не закончится В 21 году И в 22 году Мы продолжим Масочный режим И какой-то вот Режим Каких-то мероприятий С ограниченным числом Участников Сейчас-то что происходит На свадьбах Да Врывается Росгвардия на свадьбу И на свадьбе Все друг другу родственники Внезапно Внезапно Ну а то это и свадьба Чтобы Внезапно Ведущий 20 человек с другими 20 человеками Сделать родственниками Да Музыкальная группа Это все братья Даже если сестра Она тоже брат Ведущая это теща А певица Это там Какой-то через Три колена сват Ну Все они прописаны В этом ресторане И все это будет Будет Вводиться из подполья Потому что подполье Сейчас велико Оно расширяется И гнев Уже уровень Такой вот терпения У людей Просто я вижу Несколько чатов Я вижу всего лишь Несколько чатов Вот такой вот угол обзора У меня Вот такой И тем не менее Там градус растет 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 Да когда же Да когда же Да когда же Уже выпустят нас Поэтому я думаю Что будут Появляться какие-то Послабления В области ограничений Но не скоро И очень постепенно И очень постепенно Но Видя Те графики Которые Были опубликованы Там немецкими Исследованиями Немецкими исследователями По поводу Всех пандемий Они там Все разобрали По костяшкам Испанку Ее статистику Хотя эту статистику Вообще Я не знаю На коленках На коленке собирали Как ее собирали Это же Извините меня Там Совсем ничего не было Никаких данных Там Переписи Населения нормально Не проводилось 1918 год Как бы Что-то можно собрать Но тем не менее Они взяли графики Они взяли Какие-то Науку Статистику И создали Приблизительно Расчет Когда у нас Закончится Влияние Вообще Вирусы На нас По их подсчетам Это не раньше 2023 года Мы освободимся От масок Просто Не раньше 2023 года Это если Новое что-то Не грянет Вот тогда Да Чем беда Ты как считаешь В период Вот этого запрета На Оффлайновые мероприятия Какие-то позитивные изменения Произошли В каких-то Культурных институциях У нас в городе Кто-то Смог Переориентировавшись Сделать Какой-то Качественный Крутой Контент Онлайн Ой, мне понравилось Очень понравилось Как Переориентировались ДК-строитель ДК-нефтяник Они снимают Для детей Послания персонажей То есть Допустим На Новый год Можно было За 700 рублей Заказать Поздравление Личное От Деда Мороза Снегурочки То есть Какой процесс Происходит съемка Вызываются Два актера Происходит съемка Лично Такую-то девочку Из такой-то семьи Вот у нее есть брат Допустим Она интересуется Тем-то С ней ведется Вот такая вот Беседа Как бы По телевизору С телевизора Дед Мороз Снегурочка Знают о ней Все Казалось бы Она включается Она располагается К ним Они ее поздравляют С Новым годом Говорят о ее маме Как зовут ее мам Как зовут ее папу Она В таких Прекрасных чувствах Находится Я не помню Хронометраж Этого поздравления Это все снимается Долго монтируется Это все Звук еще сводится Это профессиональнейшая Работа 700 рублей Е-мое Это очень недорого Причем Это вот Строителя Или допустим Сейчас у Нефтяника Предложение Поздравление С днем рождения Ребенка Его любимым персонажем И у них На выбор Несколько актеров Несколько персонажей Тоже очень классно Они Не дают Забывать о себе И они делают Актуальные предложения Хоть что-то Хоть что-то Но Актуальные Актуальные Или строители Еще Сделал проект Я в кадре Они гуляли По сайме Делали Классный обзор Саймы Немножко Помогла им С кадрами Ботанического сада И там Немножко проконсультировала Про ботанический сад Что это И как это Ведь не все знают Что ботанический сад Это не то Что за забором И это Включает в себя Немного большую Территорию Когда ты Находишься Заходишь Со стороны Яблоневой Аллеи Ты уже Оказываешься В ботаническом саду На его территории В 2013 году Ты сделала Такой программный Пост Который Назывался 30 фактов О Сургуте Мой любимый Пост Да Там были Как очевидные вещи Типа того Что ГРЭС Самая Мощная ГРЭС Самая мощная Самая мощная В России Большой Да Так и Ну достаточно Необычные Не массовые Факты Не широко известные Факты Как например Про самую длинную Зебру В России И предположительно В мире Вопрос такой Прошло 7 лет Что бы ты добавила В этот список За прошедший период А я добавила Вчера Я вчера этим занималась Немножечко Ладно Не этим Я занималась Другим Ты знаешь Я посмотрела На самом деле На пост 2015 Год 2013 Год Останется Непобежденным И факты О Сургуте Вот они Там уже Много чего Врут Но Ну они Просто Изменились Обстоятельства У нас У всех Изменились Обстоятельства И Вчера Я как раз Занималась Местами Которые Я бы Я показала Иностранцу Гостю города Слава богу Гости города Никуда не исчезли Они есть Они приезжают В Сургут Интересуются И Очень многие Хотят покататься На хаски Съездить На угодья Ну Собственно Съездить на угодья Получится После пандемии Я думаю И не в морозы А покататься На хаски У нас Есть компании Которые Занимаются Вот как раз Составляла Я список Мест Которые Нужно Показать Иностранцу Гостю города Которые Может быть Будут Интересны И вам Интересны И ему Это в первую очередь Старый Сургут Во вторую очередь Гресс В минус 40 Но кто туда поедет Ну и может быть Даже в минус 20 Там уже очень атмосферно По всякому бывает По всякому бывает На Гресс Но съездить надо Потому что Это большая махина Обеспечивающая Всю страну Ну и не только Весь Урал Как по-нему И Такой интересный Прецедент Что через ее территорию Можно проехать Хоть и не останавливаясь И посмотреть На все Можно и остановиться Если знать Когда И где Ну Везде Ты получается Въезжаешь В эти серебристые деревья Если это Минус 40 И Пар испаряется Над водой Это очень странно Выглядит И тогда У иностранца Происходит Вообще Щелчок А у творческого Человека Вдохновение Которое Его потом Как раз И Стимулирует Вернуться К тебе Вернуться В Сургут И привлекательно Вот такие вещи Удивительные Да К слову сказать Все артисты Которые выступали У нас в порту Я их возил Именно на Гресс И Все они были Очень впечатлены Гресс Старый Сургут Сгущенка Вот Это Три Места Куда Мы успеваем Попадать С гостями Города Почему-то Еще всех Очень манит Биг Бен Для нас Это привычно Я вообще Там рядом Живу А для них Непонятно Что это такое Они хотят Знать Может быть Даже Есть Запрос Создать Пост Про Биг Бен Ну Вообще Это Достаточно Хорошо Выполненная Стилизация В каком-то Городе С исторической Средой Он бы смотрелся Странно А у нас Он мне кажется Очень даже Украшает В принципе Наше Пространство Хотя это Такой Странная Архитектура Последний Интересный Факт О Сургутянке Не о Сургуте А о их Жителях Мне все-таки Нравится Больше Узнавать Наша Даша Евдокова По-прежнему Рекордсменка Мира По глотанию Огня То есть За минуту Надо Поглотать Огонь Она Факир Она занимается Еще Помимо того Воркаутом Этим летом На набережной Респорта Сургута Появился Самый длинный Стрит-арт В Югре В Югре Стена Рома Банч Черно-белая Остановка Ну три факта Мы придумали Мы должны продолжить В этом направлении Так что ждайте В ближайшем будущем Я думаю Даже до появления Актуализированного поста До появления Даже этого эфира Мне кажется Выйдет этот пост Так что можете Заходить на Культ Просвет Прямо сейчас И Мониторить Самые свежие Актуальные Факты О Сургуте Лена Спасибо большое Подписывайтесь На все аккаунты Культ Просвета В социальных сетях Даже когда я уеду в тайм Если Она уедет в тайм Да Если я уеду в тайм Тем более Вас с собой подтяну Все До нового выпуска Всем пока Культ Просвета Прежде всего Не я И компания Это Люди Которые Присоединяются Время от времени И они Его Делают И дополняют Это люди Которые Участвуют В культурном Кластере Сургута И прежде всего Это работники Порта Это вот Действительно Такой костячок Люди Которые приходят В порт Это порт Сформировал Этот костяк И Макс С граффити Школы Гаражей И Евгения Кузнецова Куратор Проектов В порту Художники Которые Выставляются В порту Мастера Именно они Привносят В культ Просвет Свою жизнь Свою ниточку Которая Сплетается В одно Большое Панно Продолжение следует... Продолжение следует...